Всем привет! С вами снова Виктор Балет. Сегодня хотел поговорить с вами о том, что экономисты иногда дают неправильные прогнозы. То есть не понимая экономики этого мира, как все устроено, а устроено очень сложно и просто. С одной стороны очень сложно, с другой стороны очень просто. То есть для человека, не посвященного, для простого, который не понимает экономик, для него кажется, что очень-очень-очень сложно. Для человека, который понимает экономику мира в глобальном ее понимании, во всех цепочках экономических, что происходит между странами, как это все установлено, он прекрасно понимает, что англо-американская мировая держава на сегодняшний день является самой ведущей в мире. И никакого падения доллара или уничтожения в ближайшее время не предвидится. Поэтому эти прогнозы уже давались 20 лет тому назад, 30 лет тому назад. Помню, когда я еще маленький, только в школу начал ходить, а я родился в 63-м году. Тогда уже говорили, загнивающий запад, все пропадет, все, как говорится, уничтожится. Мы, строители коммунизма, мы построим нам светлое будущее. На сегодняшний день прошло 50 лет с этого момента, когда это я слышал и учил в школе, как правильно одевать противогаз или автоматы там собирать. По сегодняшний день в мире, по большому счету, ничего не изменилось. То есть англо-американская мировая держава, она как была первая, так она пока и остается. Единственное, конечно, в будущем, в новой эпохе, да, бог наведет здесь на земле порядок, уже этой англо-американской мировой державы не будет. Но до этого нужно еще подождать. А пока что доллар, он как был, есть, так и пока и будет. То есть его хоронили уже многие экономисты, и поэтому к этому нужно относиться спокойно. Это их работа как-то успокаивает население, но за этими их знаниями ничего не стоит. Просто это пустые такие разговоры. Поэтому особо не обращайте внимания на это и имейте свой разум. И этот разум вам подскажет, что правильно и что неправильно. Я хотел бы, чтобы ты посмотрел сейчас это видео, которое я снял 10 лет тому назад, когда тоже было время кризиса. Оно и теперь будет до конца. Один кризис будет сменяться другим, и поэтому ничего нового под солнцем, как и Экклезиас говорил, нет. Посмотри это видео и задумайся над содержанием, над смыслами, заложенными в этом видео. Всего тебе доброго, хорошего просмотра. И, пожалуйста, запишись на мой канал. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Виктор Балет. Очень интересный комментарий. Мне понравился из передачи Хазина последней сегодняшней. Значит, один слушатель задает такой интересный вопрос. Давайте вместе послушаем этот вопрос. ...вот вы первое что-то предсказывали за грамм-долу. У меня вопрос расслеживается в вышесказанном вам. Вот нашим строителям капитализма, им плакать или смеяться, что когда и если рухнет американский двор, вся эта капиталистическая система, сложившаяся за последние 20 лет, а наверняка и в России же все это произойдет, правильно? Они что, будут плакать или смеяться? Посмотрим. Да, вот интересно, он сказал, посмотрим, да, Хазин? Значит, отношение большинства людей, тех, которые занимаются бизнесом, к бизнесу и вообще к жизни. У них, у таких людей, своеобразные отношения, поэтому невозможно заниматься каким-то бизнесом или каким-то делом, не имея такой оптимистический настрой. Вот смотрите, такой простой пример, да? Вот, например, возьмем шкалу времени. Вот 2008 год, да? Начало такого, как мощного кризиса, можно сказать, у него. Потому что в 2008 году, так это резко все началось, потом был 2009, 2010, 2011, сейчас 2012 год, да? 2012. В ближайшие, скажем, 5 лет нас ожидают огромнейшие катаклизмы, огромнейшие. И вот отношение этих людей к этим проблемам, значит, какое должно быть? Или если вы занимаетесь бизнесом или каким-то делом, или вы просто обыкновенный слушатель этой передачи, или человек, который смотрит на весь этот мир и вообще, как говорится, не может понять, что происходит. Вот если у нас наши, возьмем потребности, да? То есть сейчас идет речь о потребностях. Потребностях, самых необходимых для жизни, например. Если у нас есть, например, кушать, если у нас есть покушать что-то, крыша над головой, и во что одеться, одежда, да? То это уже много. То у нас жизнь идет как бы ровно. Она будет и дальше проходить. То есть это самые необходимые жизненные потребности. Значит, жизненные потребности покушать, крыша над головой и во что одеться. Ну, конечно, медицина и все остальное, это тоже очень важно. Но вот эти три, это самые необходимые вещи. Так вот здесь на протяжении, скажем, 2000-2012 года были уже очень большие кризисы. Вот здесь, да, например. Многие люди оказались, конечно, в панике. В панике оказались. Они не поняли вообще, что происходит в мире, как это все будет дальше развиваться. Затем они начали понимать, что началась очень большая игра под названием глобализация. И они начали к этому относиться уже более спокойно. Сейчас эта игра и дальше продолжается. И вот, чтобы выжить в этой игре вообще, чтобы не сойти с ума, как говорится, и что-то не повлияло каким-то образом на наше здоровье, здесь необходимо иметь правильный настрой. А правильный настрой это вот такой вот положительный настрой. Это очень важно. Положительный настрой. И вот давай посмотрим, что там дальше Хазин говорит. Я знаю, что они будут делать. Ну, у них будут очень большие проблемы, потому что они же не просто получили бесплатно, то есть фактически своровали государственные, то есть общественные активы. Они еще эти деньги в основном профукали. И они будут допустим, если очень большие проблемы. Мы посмотрим. Да, то есть проблемы, конечно, большие. Они могут эти деньги потерять, они не теряют их каждый день. Мы это видим, потому что через инфляцию уничтожаются деньги, прежде всего, богатых людей. То есть богатые тоже плачут в данном случае. Если человек бедный, у него ничего, ему даже нечего терять, а вот богатые они теряют. Ну, с другой стороны, они понимают. Если ты находишься, например, в казино, да, в казино, и выиграл там, например, 1 миллион, а потом вдруг этот миллион проиграл, то под чертой остается, например, 0, да. То есть ты, в принципе, ничего не выиграл и ничего не проиграл. Так как они получили все это, все это имущество, все эти активы незаконным путем в большинстве случаев, то если они даже это все потеряют, то они сильно не будут печалиться, потому что когда вам это досталось бесплатно и вы все это теряете, тогда это не так больно, как это, например, если бы вы заработали своим трудом. Поэтому здесь переживать за них особо не нужно. Сейчас было бы лучше переживать за самих себя, за свои семьи, за свои семьи, как говорится, и смотреть, как своя жизнь, как твоя жизнь должна дальше развиваться. Поэтому совет на сегодня, не обращайте внимания на то, что они там потеряют деньги свои, не потеряют. Старайтесь больше и лучше налаживать свой бизнес, свое какое-то маленькое дело и обращать больше внимания на свою семью, на потребности своей семьи. Тогда у вас все будет хорошо. Ну а советы, как во времена кризиса с этим лучше справляться, вы можете найти на моей страничке, в моих роликах. С вами был Виктор Балет. Желаю вам успехов. Всего вам доброго. Пока-пока. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok